Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый интереснейший выпуск. Нам сегодня предстоит переезд из Геленджика в Новороссийск. Нам сегодня нужно найти жилье, также я вам покажу дорогу, куча всего интересного. Посмотрим вместе с вами Новороссийск, дойдем до очень интересного места, на которое мы в прошлый раз не дошли. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали в новый выпуск. Отправляясь в путешествие, всегда задаешься вопросом, где купить билеты, на чем вообще поехать в свой отпуск, где жить и вообще как организовать свой отпуск, свое путешествие, чтобы оно прошло максимально эффективно и хорошо. И знаете, у меня есть ответ. Я хочу вам порекомендовать сервис, который так и называется Яндекс.Путешествие. Здесь собрана вся нужная информация. Здесь вы можете найти отели, любые виды размещения, все находится в одном месте. Все для облегчения выбора акций и скидки. Помимо отелей вы можете здесь же, никуда не выходя, найти себе авиабилеты. Посмотреть даты, выбрать подешевле, отсортировать любыми фильтрами. Цены от разных поставщиков, это конечно очень удобно. Также здесь очень удобный поиск. Все, чтобы выбор стал гораздо проще. Специальные предложения здесь также имеются. Если вы решитесь отправиться в свое путешествие на поезде, то через этот сервис вы также можете приобрести выгодные ЖД-билеты. Быстрая покупка на сайте, онлайн возврат ЖД-билетов. То есть, если у вас что-то не получилось, вам не нужно никуда будет ехать, прямо через сервис все вернете. Куглосуточная поддержка, это конечно же огромный плюс. Ну и конечно, акции и скидки. Если вам где-то нужно передвигаться и вы выбираете автобусы, то и здесь вы можете купить билеты на автобус. Если вы решитесь отправиться в свое путешествие туром, то на сервисе Яндекс.Путешествия вы также можете найти выгодные туры. Но причем здесь будет 5% кэшбэка, если оплачиваете баллами плюса. Круглосуточная поддержка, любые опции и цена не меняется. А не как в некоторых, берешь тур, приезжаешь и тебе еще накидывают определенные суммы. Ссылочку на этот сервис я оставляю, как всегда, в описании под этим видеороликом. Обязательно переходите, пользуйтесь, по моей ссылочке ваши путешествия будут еще выгоднее. Погнали дальше. Наложу в машине порядок, быстро пересортировываю все, потому что у нас прибавились вещи. Нужно чуть грамотнее разложиться, ну и соответственно в багажнике то же самое. И будем уже двигаться дальше. Делаю последний штрих, выкидываю мусор и отправляемся. Мы начинаем путь, двигаемся мы в Новороссийск, но перед этим нам нужно заехать еще в Геленджике, в пару мест, сделать несколько дел и отправляемся. Завершая свое пребывание здесь в Геленджике, хочется вам порекомендовать наш авторский гайд. Мы прожили в Геленджике, пропутешествовали здесь куча мест, кушали в разных местах, смотрели тропы, маршруты. Все это упаковали в нашу книжечку, наш авторский гайд по большому Геленджику. Приобретайте, изучайте, путешествуйте по Геленджику с легкостью и с удовольствием. Цена гайда всего лишь 490 рублей. Как приобрести, ссылочка есть в описании под этим видеороликом. Здесь вот на выезде Геленджика две дороги соединяются и постоянная пробка. Я очень надеюсь, что совсем скоро сделают, вот строят этот дублер, асфальт прокладывают и будет все хорошо. Скорее всего, в сезоне придется вот так немножечко помочиться. Вы часто спрашиваете, как дети переносят дорогу. И Рончик на самом деле, как правило, он спит. Родион тоже, штурман, блин. Как только садится в машину, чуть едем, он говорит, бабочка, так сильно спать хочу. Я говорю, спи, конечно, потом расскажу. А вот Темка уже не спит, он все глазеет, глазеет по сторонам. Занимается, читает, порой ручку достает, что-то пишет. Вот, но вот он спит очень сильно редко. Но в целом мы все хорошо, с детства катаются, с детства приучены. Я думаю, что в Иринджик мы не вернемся в ближайшее время точно. Будем двигаться дальше, хочется посмотреть новые места. Так что говорим им, до свидания этой прекраснейшей природе, горам великолепным. Смотрите, какие прекрасные виды у нас открываются на Новороссийскую бухту. Как на ладони просто. Сейчас мы подъезжаем к главной смотровой площадке. Сейчас там обязательно остановимся. Хочу ее показать, какие виды там открываются. Быстренько перебежал дорогу. Вот когда едешь в сторону Геленджика, то есть такая прям парковка карман. Морякам революции. Такой вот огромнейший-огромнейший памятник. И здесь также установлены еще корабли, которые были потоплены. Есть также бинокль, можно скинуть денежку. 10 рублей стоит и в него посмотреть. Ну и, конечно, смотрите, какие виды. Просто улет. Весь Новороссийск. Гляньте, какая красота. Аскалы вот эти бутербродные. Ой, кайф. Вот такие вот виды здесь. Масхака. Видей здесь, конечно, очень много. Это не все корабли. Такие скульптуры. У них на каждом есть название. Вот, например, когда мне подойду, покажу. Вот. Здесь прямо в металле вот так вот выбито. Ну и виды, конечно, в ту сторону. Нереально. Здесь, конечно, есть даже тропы. Можно, думаю, спуститься. Но сейчас делать это не будем. Мы голодные. Будем отправляться кушать. Ну и, конечно же, это очень крутая фотозона, ребятки. Обязательно здесь останавливайтесь. Кайф. После этой смотровой площадки здесь есть такой небольшой серпантин. По-моему, 5 поворотов. Такие прям на 180 градусов. Вот он пошел первый. Это восточный район города Новороссийска. Вот заезжая в Новороссийск, такое ощущение, что ты заезжаешь в какой-то, не знаю, Челябинск. Здесь такая большущая промышленная зона. Какие-то трубы торчат, вышки, здания какие-то потрепанные вообще. И, конечно, это немножко обманчивая такая история, потому что в центре очень красиво. Ну вот, видите, какие-то здания. Вообще непонятно, что за здание, зачем оно здесь нужно. Ну ладно, не будем о грустном. Первым делом Новороссийске мы решили заехать в торговый центр, который называется Красная площадь, и покушать. А потом отправимся гулять, а потом еще нужно найти, где поспать нам, да. Опа! Заходим, здесь такой интересный вход с парковочки, да, сыночек? Что, пошпали, пока мы ехали, маленечко, да? Солкайте. Мы сразу зашли, здесь есть туалеты, и стоит парковочный аппарат оплачивать, да? Вот стоимость парковки, посмотрите. Как же давно мы не были в торговых центрах, заодно решили Настеньке прикупить футболочек, а то она переживает за свой этот костюмчик, говорит, затаскаю, а мне прикупить шорты, потому что моим шорты уже хана, они начинают физически исчезать, вот, надо чего-нибудь обновиться. А дитям уже все купили, вон они красавчики, сандалии. Торговый, конечно, вообще огромнейший, здесь имеем центр внутри, чего только нету, но нас интересует пока еда. Здесь бургер работает, мы вот все-таки заказали, но самое интересное, что стаканы пепси, а выдает аппарат не пепси, только Байкал есть, фанты, меринда, ничего больше нет. Решили мы зайти сюда, в детскую игровую зону, здесь огромное количество аппаратов, и запустить сюда детей. Сейчас пойдем, пойдут они играть. Я пока работаю, а мальчишек запустил, пусть бегают, кайфуют, играют вдвоем в игру какую-то. Да, прикольно. Запрыгнули они на мотоциклы, в итоге, как-то я так затупил, а этому два раза оплатил, а этому два раза оплатил. Не знаю, будет ли двойная игра. Парни погнали в бой. Родина, это столько эмоций. Родюшка выбрал себе трансформеров пострелять. Атемка в бои играет. Молодец. Видишь, какой у тебя пенек крутой попался. Это мне не попался, я ему сам приказчика. Я не знаю, это шлоточный. А ты же большие схватил, ты большие схватил. Так это размер 7-8, я же говорю, мам, возьми мне шорты. В общем, купили пацанам еще, прям вцепились, и говорят, нет, мы тоже хотим. Купили мне обновки, футболка, футболка, шорты и насеньки. Ну, короче, сейчас попозже покажем. Перед тем, как мы отправимся с вами в новое путешествие, я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Блэк. Лично у меня таких карты целых две. Я использую карту Мастеркард и карту Мир. Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке вы получаете бесплатное пополнение и переводы. Также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор-пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну конечно, кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно, оформите и посмотрите и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали! Какой тут Новороссийский проспект, а широченный проспект Ленина. Сейчас поедем на косу. Тут раз, когда здесь были до нее не дошли, и сейчас, надеюсь, получится, погодка нам позволит. Идем погуляем немного. За моей спиной посмотрите, стоит памятник самолета. Впереди меня! Глядите, какая красота! Такие прекраснейшие виды. Мы в Новороссийске. Вот здесь вот находится знаменитая коса. Именно туда мы сейчас отправляемся. Очень хотим погулять. В прошлый раз, не доехали. Вот, сейчас немножко погуляем, понаслаждаемся этим замечательным видом, посмотрим, как там пляжи, как там море, а потом поедем куда-нибудь заселяться. Правда, мы еще пока не нашли куда. Мы перешли дорогу, здесь получается такой сквер, можно спуститься с колясками, а еще я увидел, что туда прям можно подъехать, оказывается, на машине. Он виднеется, еще один памятник. Сейчас будем спускаться. Вот Насик, здесь бы снять вот этих домов прям с видом. Да, правда, дома такие старые-старые. Вот там горы, там Насенька. Портят, конечно, Новороссийск. Ну, это мой такой, на мой взгляд. Вот эти всякие старинные, непонятные склады, какие-то сооружения. Ну и, конечно же, постоянный ветер здесь. Вот мы тогда здесь гуляли тоже так долго-долго по набережной, хотели дойти пешком, до вот этой косы в итоге не смогли. Ветер дул настолько сильно, что просто не смогли дойти, потому что уши уже зазвенели. Вот, а, конечно, развернулись и пошли. Виды, конечно, потрясающие. И попали мы на набережную. Тыкс, тыкс. Да, плиты, конечно, такие. Вот, говорю, как-то, я не знаю, вот, мяу, 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 такое складывание как-то запущено немножко здесь. Ведь можно же было, наверное, креставрировать и сделать прям вау. Ведь Новороссийск же, он достойный город, город, чтобы он выглядел получше. Ну, мне-то кажется. Как считаете вы? Напишите в комментариях. А вот он пляж. Никого нет почти. Нет. А вот за спасательной высочкой людей уже побольше, даже купаются. Море штормит, потому что ветер. Ой. Вот такая вот обстановочка здесь, возле косе. Мы еще не ознакомливались с этой достопримечательностью. Что-то здесь находится. Артем говорит, что вход там запрещен. Возможно, здесь был какой-то музей военного времени. Сейчас посмотрим, что там у вас, ребятки. Вход запрещен. Да, вход запрещен. Выход. Что-то здесь написано было. Выход. Внимание. Ведется видеонаблюдение. Видите, написано. Вот это называется, в общем, ансамбль малой земли. Я понял, что туда вообще даже есть проход, вход в него сам, но в общем он закрыт. Здесь, смотрите, такое озерцо, то ли прудик. Вообще называется, как я понял, соленое озеро вроде, но какое-то оно маленькое. И здесь утки. Здесь уточки плавают, и рыбаки рыбачат в соленом этом озере. Там дальше начинается уже оборудованный пляж. Вот. И, собственно, сама коса. Вот здесь есть информационный стенд. Пляж Суджукская коса. Здесь прям сразу первая палаточка. Сразу радует. 85 рублей за 100 грамм за барабульку. Представляете, дешево. 300 рублей. Еще понтезы. Конечно, возьмем обязательно на ужин. И сегодня будет барабулечка. Вот здесь уже прекрасно. Какие-то туристические палаточки, атмосферные. Какие-то флаги висят. Видимо, Россия, Краснодарский и Новороссийский. Наверное, я правильно прочитал. Тракциончики, навесики, зонты, лежаки, навесики, переодевалочки здесь. Вообще, угораю из всех переодевалок, потому что они без крыши. Когда летаешь на дроне, получается, что все видишь. Почему крышу не делают, не понимаем. Тот кусок озера, который вам показывал, это прям небольшой кусочек, а вот оно основное идет. Озеро Соленое, здесь полно рыбаков, все рыбачат. Не знаю, что здесь ловится, кто в курсе, напишите, конечно. Но размах достаточно огромный. Вообще, здесь, наверное, и доночку можно покидать, и поплавочек. Купание запрещено здесь. Что хочу сказать насчет берега, вот этой часть косы, так это здорово, потому что она очень широкая. Вот посмотрите, за моей спиной это вот полностью ширина этой огромной береговой линии. Стоят зонты, их, конечно, мало, но я так думаю, что всем хватает. А вот с той стороны, вон там вот, вон там вот, это уже тонкая часть этой косы. Сейчас тоже туда постараемся, конечно, дойти. Здесь есть какая-то будка, туалет, видимо, при ней же типа медпункт, волейбольная площадка. Вообще, я не знаю, но правда, вот я иду, пытаюсь себя как-то убедить, что здесь прям классно, но внешне все, конечно, плакать хочется. Ну, неужели здесь нельзя сделать классную набережную? Либо вот, что тут вот, налеплено черное вдоль вот этой сетки, не пойму, почему нельзя сделать нормально? Вот мне просто писали, что вода не до, Новороссийск, гораздо лучше, чем Геленджик. Ну, хрен его знает. А дальше, а дальше только Галька и с коляской не пройдешь. Подошли к морю посмотреть, а здесь такая вот история водоросли. Ну, штормит, это понятно. И вот она, самая такая локация, где собирается всегда огромное количество людей, памятник водяной, что ли он называется, как-то так. И дальше уходит уже коса туда вот, к основному берегу, тоненькая. Там же катамараны, лежачки, но хочется дойти просто вот до вот этой локации, посмотреть ее. Отсюда открывается, смотрите, весь вид. Оно российского, закат. Прекрасно. Да, очень атмосферное, конечно, место. Вот если бы еще не ветер, было бы вообще классно. Там вот собираются, рыбаки есть, люди просто, которые фотографируются. Ну, и, собственно, сами скульптуры, я так понял, из дерева они сделаны. И вот оно, огромное-огромное озеро. Вот это ветрище, а. Вот, посмотрите, первая скульптура в озере стоит. Здесь вот еще крутится ответ, тетра, русалки какие-то, короче, куча всего. Интересненько так. Не знаю, кто это делал, конечно, что за автор, но так интересно смотрится, конечно. и здесь есть такой трон с надписью мыс Суджук. Все, да, Бескрайнее море. Еще такой интересный барабан с надписями. Цените моменты до того, как они станут воспоминаниями. Жизнь это очень быстро. Наслаждайтесь. Жизнь это не те дни, которые прошли, а те, которые запомнились. Счастье нельзя купить, но есть места, где его можно встретить. Вот это ветрище поднялся, просто трындец. Я иду спиной вперед, чтобы хоть как-то закрыть Мирона. Это просто невероятно. Я не знаю, в Геленджике сколько мы были, нет таких ветров, но мне кажется, только зимой такое возможно. Мы поехали определяться с жильем, сейчас нужно что-то снять, купить рыбку, о которой я вам говорила. Почти килограмм купили мы барабули жареные. Сейчас пойдем домой. Просто в кафе хотели там 300 рублей 100 грамм стоит. здесь 85, А здесь 100 грамм 85 рублей. Есть разница. То есть на 300 рублей мы купили получается не 100 грамм, а 300 грамм. Даже больше. Здесь почти килограмм вышел, 780 рублей перевел. Вообще нормально. Еще и пожарили за нас, нам только погреть осталось. Да. Квартиру мы нашли, так что не переключайтесь. Сейчас мы доедем, мы решили, что будем тормозиться не в самом Новороссийске не хочется, а на Масхака. Там мы еще не были. Завтра будем гулять именно там, все снимать, как всегда, красивые кадры. А сейчас не переключайтесь, мы заселимся, я вам сделаю рум-турчик квартиры. мы уже возвращаемся к машине кайфу конечно от этих видов. И здесь вот такое смотрите установлен памятник скульптуры, такая инсталляция, наверное, даже так можно сказать. Малая земля с большой звездой. То есть мы шли вон там вот по низу краем глаза только это видели, а сейчас решили именно здесь пройтись посмотреть. какой сегодня закат у нас, обалдеть. Короче, вот он жилой комплекс, не знаю, как он называется, но я так понял, что это самый типа такой а-ля топовый здесь Масхака. Получается у нас вот тут вот где-то вид на море, но к сожалению его не видно, потому что в низе не находимся. Двор без машин это тоже очень хорошо, пятерка сразу здесь, ну и главное, что сегодня закат прекрасный. Как красиво подсвечиваются домики, вот даже с балкона видно, наверное, уже покажу завтра, так как пока заселяемся уже стемнело. Такая детская площадка, здесь еще большая площадь, футбольная коробка, вообще здорово, вот это лучший комплекс вообще в Масхаке. Давайте начнем обзорчик, это дверь, здесь домофон, щитки, значит здесь в прихожке стоит шкаф ШИКС, вот дальше у нас дверь в стиле дорого-богато, ванная комната, заходим сюда, здесь достаточно большая, сегодня все покупаем, как следует, дети прям обрадовались, здесь у нас унитаз, здесь еще ниша с подсветочкой, все очень красиво, аккуратненько, стильненькая ванная, здесь зеркало, которое делает вот так, классно, здорово, так, идем дальше, здесь вот прихожка, где мы начинали, здесь значит у нас кухня, здесь мы уже занесли свои вещи, стол, здесь выход на балкон, большующее панорамное остекление, вид на море, но уже покажу в следующем видеоролике, потому что стемнело, шкафчики, здесь стоит стиральная машина, даже целых две, раковина, здесь все такое, здесь не хватает конечно духовочки, жаль, индукционочка, ну и здесь собственно все шкафчики, квартира новая, вон даже еще видите, есть пленка, вся посуда, да, в такие квартиры приятно приезжают, когда все здесь новенькое, холодильник, я туда уже закинул даже пачку молока, небольшой балкон, там тоже столик, два столика и два стульчика, такая столешница, ну естественно, понятное дело, кондиционер, опять дверка, про это расскажу чуть позже, и собственно одна комната, здесь у нас кровать, одна большая, к сожалению, они старый диван выкинули после предыдущих этих жильцов, которые здесь жили, не знаю, прожгли или что, завтра должны привезти, пока вот такой дали матрасы, но мы на самом деле этому очень рады, потому что с Мирончиком спать лучше как можно ниже, потому что во сне он уже очень сильно вертится, для него здесь есть манежик, но вряд ли он здесь будет спать, также большое панорамное остекление с видом вот на море и на детскую площадку, все так красиво подсвечивается, здесь стоит тоже шкаф и интересно, что он с одной дверью, потому что, говорю, предыдущие съемщики, кто здесь снимал, что-то, короче, накосячили и разбили ей еще и дверь, вот, дальше здесь, смотрите, такая квартира вообще интересная, здесь есть спуск, но там идет ремонт, цокольный этаж, он тоже с размером такой же квартиры, как и здесь, вот наверху, но они там еще делают ремонт, и потом будут сдавать вот такую большую квартиру, вот, занесли мы уже барабульку, водичку, сейчас будем садиться ужинать, безумно, конечно, подустали, вот сегодня и гуляли, вот она, жареная барабулька, вот, потом будем уже отдыхать, я же вам хотел показать, что же мы купили сегодня в торговом центре, смотрите, теперь я буду щеголять вот в таких вот красивых шортах, еще я купился вот такую вот футболку, от Бенчи, с надписью путешествия, вот, и купил себе еще и парик, наконец-то, как я давно этого хотел, руки не доходили, Настеньки купили вот такую вот шикарнейшую футболочку, вообще классно, классно смотрится, на днях все увидите на ней, так, а еще у нас не купили длинный-длинный сарафан в пол, тоже на днях все вам она покажет, естественно, надеянница, красота такая будет вообще, ля патан, так, и пацанам купили еще шорты и футболки, правда, шорты они, естественно, надевать не стали после магазина, а вот футболки они сразу себе забрали, вот, немножко зашли, как говорится, переоделись, ну, посмотрите, какая красота, барабулечка, картошечка, все, ребятки, мы будем кушать, приятного нам аппетита, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике, мы с Хака покажем во всей его красе, пишите комментарии, ставьте лайки, в закрепленном комментарии я оставляю ссылочку, где вы можете отправить донат, и мы совсем скоро купим новый дрон, и будем делать шикарнейшие кадры с воздуха, пока!